Всем привет! Хочу рассказать о кивочках, которые я сам делаю. В принципе, их делать начал недавно, вот в конце лета, когда пошел на карася, сидел он в спиннинг, вижу, кончик дергается, а сигнализатор не срабатывает. Вот я делаю такие небольшие приспособления, оно, кстати, очень малофункциональное, и получается, как будто можно, скажем так, грубо говоря, с простого спиннинга делаем чуть ли не фидер, скажем. Или вот я сейчас его в последнее время еще беру на щуку, у меня, простыми словами, жесткий спиннинг, на вертушке, на воблере он отлично, а вот сжиговать ним сложно. И вот небольшое такое приспособление, которое очень просто взять даже прям на рыбалке, примотать на кончик, меня, блин, не взял кончик особо, ну ладно, я так продемонстрирую, ничего не надо, ни кольца, ничего снимать, просто взяли его, изолентой примотали, и можно джиговать спокойно себе. Ничем не хуже, чем на ультралайтах или еще чем-то. В общем, полезная вещь, хотя просто название кивок, там многие подумают на рыбалку, на зимнюю, ну, на самом деле многофункциональная вещь, я вот убедился сам, вот покажу сейчас, чего я его делаю и как делаю. Я думаю, у каждого рыбака есть какая-то старая удочка телескопическая поломанная, или спиннинг телескопический, ненужный, поломанный. Вот это с колена какой-то удочки у меня старый. Вот такая вещь, уже порезанная вся, видите, уже сколько их сделал. И оно очень просто режется, маленькими ножницами или большими, без разницы, оно тут пошло, поэтому, в общем, легко его разрезать, вырезать себе любой длины, видите, сами вот оно, все спокойно режется. Тоненькую полосочку вырезали, вот у меня уже готовая, чтобы долго не кираться. Она прочная, и хорошая вещь. Берем наждачку, там будут краи все, взять их, почесать, поровнять, чтобы все было ровное, гладкое, скажем, ничего не мешало там резки ходить и так далее. Вот у нас такая вот, кивочек, но еще не до конца готовый, скажем так. Так, вот еще хочу сказать, кто что делает все сам на рыбалку с себя, я думаю, у каждого должны быть термотрубки. Это такое дело, я бы у них никуда, можно сказать. Они продаются там в строительных магазинах, вроде деталях, там 2 или 3 рубля метр, по-моему. Разных диаметров они есть там, ну, можно подобрать себе, которые надо. Так, термотрубки нам понадобятся. И опять же, скрепки. Берем скрепку. Обычную. Кусочек откусываем, там небольшой. Я так же показываю из-под ручных средств все это дело. Берем обычный гвоздь. Сейчас, секунду. Не выремил сразу, но это такое дело. Вообще, хочу сказать, эти кивочки очень действительно функциональные. Вот, берем гвоздь, обматываем его. Так вот где-то. Берем плоскогубцы. Зажимаем хорошенько. И выравниваем. Чуть крева получилось, но это такое дело. Откусываем там. Оставляем где-то полсантиметра. Там, не знаю. Такая вот беда получилась. Берем край. Термотрубку. Это все дело. Надеваем на край. Берем зажигалку. И греем. Она стягивает все хорошо. Берем еще одну. Так скажем, для прочности. Надеваем. И опять же, несложным приспособлением греем. Вот, можно сказать, эти кивочки готовы. Вот это у меня есть. Я снял со своих спиннингов. Показать. Можно покрасить так же само. Чтобы яркий свет белым снизу. Потом уже себе там кое угодно. Тут у меня два колечка стоит. Но я хочу сказать, что это не обязательно. И не всегда оно хорошо. Допустим, когда я вот беру на щуку его. И на джек он мешает. Допустим, без него лучше. Когда на один. Себе там просто говорю, вот блин, нету кончика. Кончик себе с кольцом. представим так, что это кольцо. Здесь наверх взяли. Приложили. Изолентой там обмотали его пару раз. Пропустили. И все. И можно над ним джиговать свободно. Так же само на карася. Что-то получается похожее на фидер. Натяжку можно ловить. Он хорошо работает. И веса вес хороший выдерживает на заброс. Смотрите, как его скручиваю. И ему ничего нету. В общем, очень полезная вещь. Хотя, на первый взгляд, может показаться не особо. Но говорю, грубо говоря, можно сказать, можно поменять строй спиннинга. Даже вот на ту самую щуку. Это я недавно начал делать. Вот буквально там пару рыбалок с собой брал его. Он места, скажем так, много не занимает. Кинул в рюкзак себе. Нормально. В общем, вот такое нехитрое, но весьма полезное приспособление. Все. Всем спасибо. До скорого. Продолжение следует...